Типичный флагман от Xiaomi. Мощный, красивый, современный и относительно недорогой. И из года в год Xiaomi, стараясь соответствовать своим требованиям, выпускает новый гаджет. Этот год не стал исключением. Xiaomi Mi 9 новый флагман компании. Но стал ли он удачным? Вот это вопрос. Давайте постараемся в этом разобраться. А вы на канале sibdroid.ru и мы начинаем. Xiaomi Mi 9, как и подавляющее большинство современных флагманов, сделан из стекла Gorilla Glass. Конечно же, шестого поколения спереди и пятое сзади. Панели которого соединяет между собой тонкая металлическая рамка. Аппарат предлагается в черном, синим и фиолетовом цвете. Черная модификация объективно самая скучная. Как я уже сказал ранее, стекла здесь просто замечательные. Конечно же, Xiaomi с гордостью выделяет сапфировое стекло, что прикрывает объектив задних камер. Тут оно очень кстати, ведь модуль очень серьезно выпирает над корпусом. Ситуацию не выпрямляет даже силиконовый кейс из комплекта. Совершенно точно потребуется докупать более продвинутый чехол для Xiaomi Mi 9. В остальном, экстерьер смартфона очень спокойный. Такого, чтобы просто брать аппарат в руки, верть этим туда-сюда и кайфовать, точно нет. Пожалуй, за этим стоит идти к серии Mi Mix. А обычные флагманы компании всегда предлагали более утилитарный дизайн. Хорошо то, что убрали огромную и по сути бесполезную челку. Плюс ко всему, в новой ревизии нет продвинутых датчиков для распознавания лица. За разблокировку устройства отвечает лишь фронтальная камера, что априори проигрывает в надежности традиционных сканеров отпечатков. В Mi 9 также мы имеем дело с топовой по сегодняшним меркам AMOLED матрицей диагональю в 6 и 39 дюймов. Она ничем не уступает конкурентам, а местами даже превосходит их. Флагманы Xiaomi сохраняют Full HD Plus разрешение экрана, которое на 6 и 39 дюймовой диагонали Mi 9 выглядит вполне достаточным. Тут используется Super AMOLED матрица производства Samsung, соотношение сторон которой составляет 19,5 к 9. Экран отлично выглядит как по части детализации, так и по цветопередаче. Белый цвет действительно белый, углы обзора максимально возможные, без искажений. Присутствует работающая по всему интерфейсу темная тема и возможность скрыть вырезы под фронталку. Также матрица поддерживает HDR10, что делает просмотр соответствующего контента еще более приятным занятием. Наконец-то завезли и темный режим. Это касается и шторки уведомлений, и режима многозадачности, а также настроек. Правда стоковые приложения пока пролетают, они по-прежнему светлые. Возможно разработчикам нужно дать время, дабы закрасить их интерфейс в темные тона, если конечно они вообще собираются этим заниматься. Сканер отпечатка пальцев интегрирован в дисплей смартфона. Используется оптический датчик, который срабатывает достаточно быстро, но все же немного отстает от обычных сканеров на задней панели смартфонов. В целом разница незначительная и не доставляет особых неудобств при повседневном использовании устройства. Xiaomi Mi 9 стал одним из первых смартфонов 2019 года с новейшим процессором Snapdragon 855. В глобальной версии флагмана он дополняется 6 гигами оперативной памяти и 64 или 128 гигами постоянной памяти. Графические вопросы решает Adreno 640. Аппарат обладает огромным запасом производительности и без затруднений справляется с любыми задачами. Нет никаких задержек и подлагиваний при открывании программ или переключении между ними. Интерфейс работает плавно независимо от нагрузки и количества запущенных приложений. Даже в играх вроде PUBG практически не греется и выдает стабильный 60 FPS на максимальных настройках графики. Работает Mi 9 под управлением Android 9 Pie с фирменным интерфейсом MIUI 10. В сравнении с чистым Android оболочка Xiaomi располагает большим количеством тонких настроек. Есть предустановленные приложения для безопасности и оптимизации энергопотребления. Главным минусом фирменной оболочки Xiaomi является реклама в интерфейсе. Гордость Xiaomi Mi 9 – матрица Sony IMX586. Каждая из ее 48 миллионов пикселей имеет размер 0,8 микрометра. А при необходимости 4 пикселя рядом могут объединиться в один более крупный 1,6 микрометра. Собственно в таком 12-мегапиксельном режиме камера Xiaomi Mi 9 снимает большую часть времени. До 48 мегапикселей можно дотянуться лишь в Pro режиме. Сравнивая обычный и Pro сценарий я понял, что 48 тут не просто так. С ним детализация в разы выше. Сейчас докажу на примерах. Берем две фотографии. Первая снята в авторазрешении 12 мегапикселей. Второй снимок сделан в максимально возможной резолюции 48 мегапикселей. Как видим, фотки снятые в разрешении 48 действительно выше по качеству и детализации. Правда в таком режиме недоступны дополнительные настройки вроде искусственного интеллекта, HDR и т.д. Никаких сомнений, Mi 9 радует честным двухкратным увеличением. Это, конечно, далеко не то же самое, что в Huawei Mi 20 Pro с его рабочим пятикратным зумом, однако все равно лучше, чем фейковое увеличение в том же OnePlus 6T. Третья камера на 16 мегапикселей отвечает за съемку широкого угла в 117 градусов. Фокусное расстояние при этом 17 мм. Как по мне, выглядит просто отлично. Традиционно самый слабый режим для устройств от Xiaomi в случае с Mi 9 вышел на новый уровень. Например, наконец-то можно убрать украшение лица при съемке с эффектом боке. Если же говорить о ночной съемке, то она не поражает воображение. Фронталка же и вовсе не удивляет. Просто получаются хорошие фотографии. И не более. Ну и конечно же, как не упомянуть, время работы девайса. В Xiaomi Mi 8 была батарейка на 3400 мАч. Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 9 сократилась на 100 мАч. А еще в новинку установили очень производительное железо с неуемными аппетитами. Даже несмотря на 7 нанометровый техпроцесс. Какой из этого вывод можно сделать? Довольно неутешительный, однако не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Есть и хорошие новости. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью в 27 Вт. И продвинутую беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. В комплекте с телефоном идет адаптер на 18 Вт, который за полчаса заряжает АКБ на 50% и полностью за 1 час и 15 минут. Автономность у Mi 9 в целом неплохая. Смартфон доживает до конца дня с 5 часами работы экрана в среднем. Конечно же без игр. Если засесть в PUBG, то больше чем на 3,5 часа непрерывного гейминга рассчитывать не стоит. Это все, что можно сказать про этот смартфон. Но какой же итог? Xiaomi в очередной раз представила флагман с передовыми характеристиками по доступной цене. Вероятно, это будет одно из самых дешевых устройств 2019 года на Snapdragon 855. Так что для тех, кто ищет максимально мощный смартфон без оверпрайса, это без альтернативный выбор. Прежде чем выискивать в нем недостатки, которые безусловно есть, стоит понять, что цена, которая почти в два раза ниже, чем у конкурентов, не берется из ниоткуда. Производителю пришлось идти на компромиссы, вроде отказа от стереодинамиков и влагозащиты, чтобы использовать топовый процессор, камеры и премиальные материалы. А нужно ли принимать такие компромиссы, пускай каждый решает сам для себя. Но а приобрести этот смартфон вы можете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru. И помните о промокоде на скидку, который нужно использовать при оформлении заказа. Все ссылки есть в описании. Также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А для вас этот обзор подготовил я, Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. До скорых встреч.